Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на карту Хабитон, на которой сегодня мы посмотрим командное сражение Асгард и Дайен против Каптика и Дока. Арнор Арнор на Гондор Лориан. Арнорцы расположились снизу, а Гондор Лориан соответственно сверху. Карта довольно таки своеобразная, здесь можно поживиться во первых вот такими вот аналогами аванпостов, хоббитскими. Они точно так же приносят деньги как и обычные аванпосты, но здесь есть одна загвоздка, их нельзя восстанавливать. То есть карту слишком легко можно проконтролировать, не карту, а вот эту вот вещь можно слишком легко проконтролировать, просто разрушив ее и игроки не смогут их восстановить. На самом деле это довольно таки неплохая тема, потому что если какая-то команда будет проигрывать, то она легко может избавиться от лишнего преимущества своего противника тем, что просто разрушит эти самые здания. Разумеется в начале этого делать не стоит, хотя я бы советовал отправить скаутов на вражеский аванпост и пронести его любой ценой. Но с другой стороны свой аванпост они защитить не смогут. Окей, в две казармы играет Асгард, в ноль казарм играет Дайн, вообще ничего не строит, только экономика, то есть у него уже шестая ферма подстраивается. Подбегают скауты, сейчас скажу кого, скауты Дока, я не вижу где Румиль, или погодите, да правильно, ух ты я запомнил, Румиль это тот который стрелок, а Рафин это тот который мечник, ничего себе. Я с собой горжусь, но я до сих пор не вижу где второй, может он погиб, нет. А если бы он погиб, тогда у Картена были бы дополнительные очки опыта, но увы их нет. В одну казарму играет Каптик, и ух ты, у них прям зеркалка. Док не играет в казарму, он играет в кучу экономики, а вот его скаут фармит призрака. Ох, сейчас очень больно будет кому-то, можно этой обилкой его ваншотнуть, если на агрессивке ее проюзать, но... Да, да, Док все-таки прожал в последний момент, а то я думал, что он затупил. И сейчас у Дайна большие проблемы, он выходит в конницу, чтобы отбиваться, но какую-то часть экономики он все-таки потеряет. И плюс, если Каптик запалит это здание, а оно не так уж и брежно-то строится, все-таки я бы советовал, кстати, минус работяга, неплохо так окружили, я бы советовал строить где-то здесь. Если он запалит, он может просто подстроить копейщиков и продолжить все сносить. И кажись он... А нет, это лучники, пардон. А, да, запалил, запалил. Запалил, скорее всего, Док. Но, тем не менее, главное, что Каптик это все увидел. Продолжается спам Асгарда, пардон, я пока что Никки не запомнил. И кое-кто, кое-кто очень хитер. Он выходит в энд. Вот, ну-ка, давайте посмотрим на его деньги. Значит, у Асгарда 360 экономики. У Каптика 330. У Дока 420. И очень много денег. То есть, он специально ничего не делал, чтобы выйти в энд. Но, смотрите, если сейчас Каптику хватит сил задефать этого энда, то вдвоем они легчайшим образом могут пронести эту крепость. К тому же, тут выход в конницу. То есть, войск будет не густо. Войска только у Асгарда. Но вопрос в том, запалит ли Асгард эндмод вовремя. То есть, сможет ли он задефать своего оппонента. Если нет, то тогда Доку надо будет просто задефаться на базе. Пусть он даже всю экономику потеряет. Но, у верхней команды будет большущее преимущество. В это время, Каптик решил, это как Алан делал, что ли, в начале, вышку здесь поставить. Ну, это имеет смысл, наверное, но... Но зачем? Просто у тебя же куча войск. Ты вроде выигрываешь. Минус рабочий, между прочим, еще. Зачем это строить и тратить на это деньги, если ты и так можешь задефаться? Просто смотрите. Каждая секция стоит 150 монет. То есть, это 750 монет. И если будет заказана вышка, это еще 600. За эти деньги можно построить форамира. И это забустит урон вашей армии, по сути, в половину. То есть, это банально плюс еще 50% воинов. Ну, грубо говоря. Как по мне, это намного выгоднее, чем эта вышка. Но, но... Он пока что не строит вышку. Видимо, забор просто для того, чтобы было легче защищаться. Рыщет конница. Попытка убить рабочего. Надо ставить стенную башенку. Каптик это делает сразу же. Молодец. Небольшие отряды Асгарда двигаются вперед. Постой. Постой-ка, постой-ка, постой-ка. Где док? Он Галадриэль построил? Нет, ну это вообще дичь. В таком случае... Я понимаю. Выход Вента. Это, конечно, очень рискованная стратка. Но это реально может сработать в командных. Я не раз уже замечал, как это работает. Но выход Вента и в Галадриэль... Ну, то есть... Ее же легко можно убить. Конечно, вопрос в другом. Знают ли парни снизу, как ее убивать? Например, вот конница на агрессивке. А Грибла уже очень сильно от нее. Если не знают, то, может быть, это и сработает. Но это очень странно. Но в любом случае, третий уровень. То есть, может подойти к Каптику и раздать ему лидерку. Пока что попытки нижней команды что-то пронести неудачные. Правда, Асгард немного экономики тут пронес. Но я вижу, что док ее очень быстро отстраивает. Я вижу... Мигалку. Почему-то. В самом низу... Кто-то забыл свой отряд. Асгард забыл отряд мечников. Вышел... А, Таин вышел в Эллендила. Ему удается убить несколько воинов. Если у него есть хилка, я бы советовал вот в эту вот тучу забегать. Но уже поздно. Пока войска настачены были под зданием, можно было автоатаками их убить. Напоминаю, что Эллендил имеет свойство атаки со сплэшом. То есть, он многих воинов может убить при возможности. Но вот так вот его отправлять, конечно же, не стоит, потому что его легко можно убить, если окружить. Это не самый толстый герой. И мы, собственно, видим... Видим то, как быстро он умирает. Нужна хилка, иначе он его потеряет. И это будет невероятно грустно. Закидывается хилка. Нужно отступать. У него есть возможность проюзать себе регенерацию и продолжить сражение. И таким образом Дайн спасает своего героя. В это время я пропускаю, как добивается крепость. Огромная пачка мечников пытается убить Галадриэль. Но у нее есть возможность со сплэшом их всех нарезать. И в это время Скородум минуснет крепость. Потому что сносить надо было не ее, а Скородума. Надо было, кстати, хилку юзать. Но что-то пошло не так. А вот сейчас проюзает, скорее всего. Нужен еще пятый уровень. Между прочим, стоит сделать одну автоатаку на защитной стойке. Она получит пятый уровень, застанет их всех и добьет. Но док, видимо, этого не понимает. Они ее сейчас догонят, скорее всего. И ей будет конец. У нее не такая большая скорость бега. Как у Арнордцев. Но, кажется, они прям по пятам. Немножечко остается. У нее даже регенерация включилась. Да ладно. Минус крепость тем временем. Скородум еще жив. Леголас дефает Скородума. Да ладно, неужели она сбежит? Уже крепость начинает. И да, все. Она сбежала. И вот что я говорил. Одна автоатака. Есть стан. И можно было бы не бегать, просто убить их. Тем временем, второй тир есть. Точнее, может быть у Дока. Дока. В это время Дайн немножечко начал отбиваться. Ну а Асгард, скорее всего, проиграет. Конница рыщет. Пытается что-то найти. Но, увы. Увы. Дайну. Ну вот тут проблема в том, что Дайну как бы надо было помочь тиммейту. Но он не мог это сделать, потому что у него у самого большие проблемы. Хотя он и отбился. Кстати, вот и вышечка. То есть сейчас у него, разумеется, преимущество. У него снова откатилась хилка. Можно проюзать ее. Она не так уж и долго откатывается. И он может разбить эту армию. Но сейчас ему придется сражаться против двоих. Конечно, Док троллит и играет в одних героев. Но, тем не менее, прокачанная Галадриэль может доставить большие проблемы. Новая атака. Каптик понял, что пока его оппонент сражается с его застройкой, можно пронести ему какие-то здания. Но тут как тут и лендил. Кстати, тут Боромир есть. Ааа, поспешил. Может из-за того, что на автокасте было. Можно было намного больше воинов убить этой обилкой. Намного больше. Боромир отбрасывает и лендила, но сил не хватает у Каптика, и он решает отступить. В это время... Вот это вот... Можно ли это назвать армией? Вот это вот, короче, скопление войск. Имея в казне еще 7500, пришло проносить крепость. Лол. Ну да, все, он выиграл. Рейнджеры не смогут снести энта, потому что у них нет грейда. Я не видел тут библиотеки. Юзается станчик, и все, хана. Остается убить только лендила. Ну, я думаю, легала сможет с этим справиться при желании. Потому что тут еще два героя, которые его расстреляют. Офигеть. Ну, кстати, можно убить Галадриль, но уже поздно. И Дайн потерпел поражение. Но мне нечего сказать. Неплохо. Неплохо. В принципе. Эх. Иногда и такие наглые тактики срабатывают. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Как всегда, в описании под роликом вы можете найти информацию о том, как скачать эту игру. Как играть по сети. Куда присылать реплей и так далее. Ну и, конечно же, если вам нравится мое творчество, то вы можете поддержать меня, став спонсором этого канала. Ссылка на это тоже есть в описании. Всем пока.